И всем привет, ребят, с вами снова Саша, и сегодня я снимаю мой новый влог, а точнее он будет называться «Моя повседневная жизнь на карантине». Сегодня я вам расскажу снова о том, как проходит мое мини-домашнее обучение, потому что сегодня выходной, и можно позволить себе немножко расслабиться. Также сегодня я буду решать ОГЭ, различные варианты, их прорешивать, делать просто домашние задания. В общем, покажу вам просто мою обычную рутинную жизнь на карантине, и надеюсь, что вам понравится. И если это так, то, конечно же, оставайтесь со мной. Думаю, вы видели, что я налила себе в стакан водичку, чтобы пить ее в течение дня, потому что это очень полезно. Также, думаю, по моей прическе заметно, что я не так давно проснулась, но я уже успела позавтракать, мыться, вот это все сделать. Также сделала свою ежедневную зарядку, которую я уже делала на протяжении, я не знаю, может быть, 12-14 дней. Я не считала честно, но делала ее каждое утро, и она неимоверно бодрит, мне очень нравится. Я думаю, все вы знаете, с какого канала я делаю, поэтому не буду сегодня об этом рассказывать. Ну, в общем, сейчас у меня в планах немножко освежиться, сделать нормальную прическу, может быть, небольшой макияж, потому что мне это гораздо удобнее и приятнее ходить дома. Ну и, конечно же, я беру вас с собой, давайте же переместимся в мою комнату. Кстати, хотела сказать, что сейчас время ровно 10 утра, и я считаю, это прекрасное время, чтобы вообще начинать что-то делать, начинать делать уроки, потому что, как вы многие знаете, я предпочитаю делать уроки именно с утра, потому что так у меня повышается продуктивность в течение всего дня. У меня не было все предыдущие дни на YouTube, потому что я занималась активно уроками, делала контрольные, самостоятельные, понимаете, я даже с 8 реально до 3 часов дня делала одну контрольную. Поэтому, да, все-таки 9 класс дает о себе знать. И я так понимаю, хотела вам рассказать, что, похоже, на следующей неделе у нас только дистанционная будет также алгебра, с 9 где-то до 10, потому что раньше мы занимались с 9 до 11, но вам сказали, что это очень долго, поэтому мы будем заниматься с 9 до 10, где-то так примерно. Но, как вы понимаете, все в любую секунду может просто перевернуться, и у нас будут онлайн уроки по многим другим предметам. Короче, посмотрим, как будут развиваться события. Ну и, конечно же, обо всем вы будете узнавать в моих видео, поэтому, конечно же, не забывайте подписываться. Мне будет безумно приятно, если вы сделаете эту красную кнопочку серы, потому что для меня это очень важно, я сразу вижу людей, которые заинтересованы мной, моим каналом, моими видео. Поэтому, да, не забывайте подписываться и также ставить колокольчик, потому что мне будет безумно приятно. Итак, дорогие друзья, сегодня воскресенье, а я думаю, сейчас самое-самое время, чтобы расписать мои планы на день, потому что я делаю это каждую-каждую неделю, чтобы ничего в первую очередь не забывать, и чтобы все было под контролем, все мои уроки. В основном, кстати, я расписываю в этих планах только свои уроки, что мне нужно когда сделать, потому что иначе я все забуду, а другие планы в основном я не успеваю выполнять, либо же я их держу у себя в голове. Поэтому, да, открываю самые обычные заметки, потому что сейчас для меня это наиболее удобный способ. И давайте укажем лучше дату, потому что мне так удобнее ориентироваться. Ну и сейчас я, в принципе, буду просто расписывать свои планы, которые я примерно знаю, потому что вообще я не могу полностью расписать все свои планы заранее, потому что я не знаю, что в какой день я буду делать, но хотя бы примерно я могу ориентироваться. Например, мне нужно точно написать конспект по обществу знаний, точнее не конспект, а мне нужно сделать домашние задания по общаге. И, возможно, плюс один вариант по русскому, но я не уверена насчет этого варианта по русскому прорешать, потому что, возможно, я не успею. Ну и плюс дозеп, который нам зададут по геометрии. Я пока что это не буду записывать, потому что я не знаю точно, какой нам дозеп зададут, и вот когда уже будет ближе к делу, я сюда это запишу. Сегодня, кстати, сетевой город просто прекрасно грузит, и я считаю, что это отлично. Итак, выбираем неделю. Это получается... Где она? Вот. Пока что нам выставили не все домашние задания, его будет гораздо-гораздо больше. Еще на понедельник зададут биологию, различные вообще другие уроки, потому что я вообще люблю, если честно, делать заранее, например, биологию. Нам зададут там очень много, и то есть нам ее нужно прислать до следующего понедельника, и я поэтому сделаю ее заранее. Химия я знала, что это дозеп будет, информатика тут непонятно что, английский нам задали, но английский я сделаю в четверг. Ну и так, пока что домашнее задание не так уж и много вывесили, ну, точнее, я не знаю до конца, что нам задали, поэтому буду писать то, что знаю, и потом дополнять. Ну вот, я закончила, записала все, что знаю, потому что знаю ее мало, так скажем, и буду дополнять, опять же-таки, потом вам показывать. Также тут добавятся еще мои любимые дедлайны, которые я всегда пишу чуть ниже. Дедлайны, то есть это такие задания, которые должна выслать до определенного срока, которые должна обязательно выслать, за которые пойдут оценки. Сегодня свой выходной день я полностью посвящу алгебре, математике, потому что я не сделала еще задание домашнее на пятницу и на субботу точно, поэтому сейчас я с ним буду заниматься. Также нам сказали прорешать к завтрашнему дню к онлайн-уроку один вариант на решу ОГЭ. Мы с вами тоже сегодня его прорешаем. Я не помню, делали домашнее задание на вторник, потому что нам задают очень странно как-то математику, то из одного места, то из другого, то нам просто скидывают, и я уже запуталась в этой домашке, поэтому сейчас буду изучать все вот эти файлы. Я себе дропнула все задание с телефона, потому что так будет гораздо быстрее, чем открывать этот тут, потому что на телефон я, во-первых, снимаю, не смогу там смотреть задание, и поэтому я решила перекинуть все себе на компьютер. Вот одно задание, которое я скачала на пятницу, получается, на вторник я уже делала задание, я проверила, и вот еще на субботу. Ну их тут я бы не сказала, что это слишком много. Еще хотела вам рассказать, что вчерашний день у меня выдался очень классным, хорошим в плане продуктивности, в плане уроков, потому что я с утра, получается, доделала все свои уроки, которые должна была доделать на этой неделе. Они были не такие сложные, это были всякие письменные уроки, также я делала различные конспекты по предметам, которым надо было. И могу сказать, что на дистанционном обучении действительно очень сложно контролировать себя, контролировать выполнение уроков вообще, потому что мне кажется, что действительно долго учиться на таком дистанционном обучении Это просто ужас, и тем более сидеть дома 24 на 7 Поначалу это кажется классно, да, то, что ты просто сидишь дома, сам с собой, выполняешь эти уроки Но это очень быстро наедает Как надоело мне делать просто бесконечно эти уроки Я не знаю, когда это закончится и когда мы нормально выйдем в школу Поэтому пока что сидим на дистанционном обучении, выполняем все задания, все уроки Хотя бы я рада, что у нас есть дистанционные уроки по алгебре На самом деле, сначала мне это не очень понравилось Потому что вставать каждый раз рано, ну как бы я и так стою рано Не надо успеть сделать все свои такие рутинные дела, которые ты делаешь обычно Но в двойной скорости, потому что должен успеть до 9 до этого урока Кстати, кому интересно, как у нас прошел онлайн с джет по алгебре У меня хорошая оценка, то есть у меня 5 Мы рассказывали устно сначала определения всякие, которые нас спросили Также свойства, формулы А потом нам дали еще задание из учебника, то есть мы прям с учителем его сразу же прорешивали И вот такие вот дела, было очень интересно, интересный опыт попробовать вообще такие онлайн зачеты Музыка 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 Я очень быстро, на самом деле, расправилась с алгеброй, потому что, по сути, тут было очень мало номеров, потому что некоторые я уже сделала Там почему-то были выписаны эти номера основа, я не знаю реально почему Музыка 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 О господи, этот сайт загрузился Аллилуйя, он реально грузился очень долго, я переходила на него много раз Перезагрузила интернет даже, поэтому да, сейчас буду делать, не знаю какой сложный, легкий Давайте выполнять, я так понимаю, мне нужно порешать весь вариант, а вот эти вот задания я просто ненавижу, потому что, ну, как бы до 24-го я спокойно решаю, ну, и 25-го иногда, но тут, как бы, 25-го вообще не очень, мне не очень зашло. Я уже почти доделала вариант ОГЭ по математике, сделала все задания с первой части, также мне осталось сделать всего два задания с второй части, получается, то, которое я не понимаю, я сейчас посмотрела, как его решать, и, на самом деле, решение очень короткое, но оно такое очень, так скажем, интересное. Вот, и сейчас я, получается, буду чекать уже свои ответы на первую часть, посмотрю, что у меня правильно, что, возможно, неправильно, и после этого расскажу о своих планах на день, вообще, в принципе, что я буду делать сегодня. Кстати, если вы не знаете, что послушать из музыки на карантине, то вчера у Селены Гомес, я думаю, вы все ее знаете, вышел просто невероятный альбом, который называется Rare, по-моему, вот, он очень крутой, и мне понравились две песни особенно, это песня Boyfriend, и еще вторая песня, которая называется, по-моему, Souvenir, я не помню точно. В общем, очень крутой альбом, можете послушать, он, реально, очень кайфовый, и, тем более, сейчас в карантине я стараюсь искать очень классные такие прикольные песенки, чтобы как раз-таки, когда делаю уроки или когда просто захочу почилить, расслабиться, послушать эти песни. Кстати, вы смотрите, тут есть решение одного номера 26-го, оно просто мега-огромное, ну, как бы для ОГЭ, для 26-го иногда они бывают прям мега, вот такие вот маленькие, малюсенькие, а тут прям вот столько, вот, и это 25-е. Очень мало, согласитесь, могу показать то, что я сделала, вот, получается, у меня вот эти все номера. Честно скажу, вариант этот был адекватный, то есть, вообще нормальный, сейчас уже потому что 12 часов, и мне надо быстренько это доделать, чтобы приступать к своим другим делам. Сейчас я подвела итоги, также я все-таки не поняла 26-ю задачу, 25-ю, если я просто посмотрела, я разобрала, все было нормально, а то 26-ю я вообще не поняла, как вы видите, я набрала, сколько я набрала, 19, 23 первичных балла, ну, во-первых, я набрала 23 балла, обычно я набираю больше, но я очень-то не решала, и, во-вторых, у меня почему-то тут не записался ответ, я не знаю почему, но у меня такой же ответ, полтора метра, а тут тоже полтора, я не знаю, почему он не записан. В общем, представляете, у меня должно быть даже не 23 балла, 24, 25, 26 баллов, потому что еще тут у меня ответы не записались, А ответы у меня полностью сошлись Ну, короче, да, я тут немножко не написала Но я считаю, что 26 баллов, это вполне прекрасно Там, по-моему, максимум 30 баллов Просто посмотрите на этот рабочий беспорядок на моем столе Вообще тут лежит все-все-все подряд И моя еда, и вообще все-все-все Сейчас я это буду прибирать Девочки, вы чуть не упали Ну, а вот так теперь стало гораздо лучше Мой стол полностью чистый Вообще без каких-либо вещей И, кстати, я хотела вам рассказать то, что на следующей неделе Я также планирую научиться готовить Приготовить что-нибудь такое интересненькое Я еще не знаю что, найду какой-нибудь рецепт в интернете Также есть приложение у меня Которое называется Kitchen Story В котором очень много различных рецептиков Там уже есть видеоуроки То есть вы можете прям своими глазами увидеть, как готовить это блюдо Ну и самое главное, что мне нравится больше всего Потому что там есть реальные отзывы людей Которые уже готовили в этом приложении Поэтому я думаю, это вполне осуществимо Потому что я вообще в жизни не готовлю То есть очень-очень редко Максимум это яичница Не знаю, макароны Могу пельмени кинуть, сварить И все На этом мои кулинарные навыки ограничены Поэтому я считаю, нужно саморазвиваться Как-то совершенствовать себя И пробовать что-то новое Потому что карантин как раз-таки Это время возможностей Потому что у нас есть безумно много свободного времени Которое все-таки надо распределять Ну а теперь я считаю, самое подходящее время для чтения Буду читать опять же-таки свою книгу Которую я никак не могу дочитать И думаю, как раз-таки за завтрашний Сегодняшний вечер я ее закончу Очень крутая, ненавязчивая история Очень простая, такая милая Даже можно сказать детская Именно мне очень нравится Можете почитать описание Я почитала книгу И сейчас решила сделать мини-уборочку в своей комнате Взяла обычные влажные салфетки Потому что ими, кстати, очень удобно протирать пыль Ребята, короче Я сегодня немножко англичанка У меня такое вот настроение В общем, да, сейчас Я решила позволить себе Посмотреть себе свой любимый сериальчик Также я бы хотела сейчас найти Какой-нибудь новый сериал, возможно Ну вот и все, ребят На этом мой влог подходит к концу Потому что сейчас я вам показала полностью Мой повседневный день на карантине Точнее даже Мой повседневный день выходные И еще на карантине Плюсом Сейчас не будет происходить в моей жизни Особо ничего интересного Что бы могла вам показать И я надеюсь, что вам понравилось это видео И если это так, то, конечно, не забывайте ставить лайки Подписываться на мой канал А также оставлять свои комментарии внизу И желаю всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok